Музыка 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 Ну, как обычно на концерте, я начинаю с этой фразы. Я глубоко убиваю в том, что здесь настоящие любители джаза. Спасибо вам большое. Уважаемый Игорь Михайлович, очень хотелось бы узнать, каково у вас было детство. Почему вы стали музыкантом, тем более основателем династии музыкальной? А началось все это с того, как мама меня привела в музыкальную школу. Но я был уже знаком с тем, что существует музыкальная школа, потому что 7 лет назад также привели моего брата, он велончелист Валерий. И мы пришли, я сейчас не помню, в каком состоянии я там был, но первое, что я увидел, это пианино, именно пианино. И там брельефчик Моцарта с отгрызанным носом. И мне стало очень грустно, и как мама говорит, и ты заплакал. Я не могу сказать, что я занимался под присмотром и под таким нажимом мамы. Нет. Мне самому было интересно, что может получиться из того, что я, значит, вот узнаю. Я узнал ноты. Кстати, между прочим, соседка, мы тогда жили в коммунальной квартире, и соседка, Рита ее звали, она была старше меня, она ходила в общеобразовательную школу и уже знала буквы. А я еще не ходил, потому что мне было 5,5 лет. Вот. И как-то однажды она меня спросила, Игорь, давай-ка сделаем так, ты мне покажешь ноты, а я тебе покажу буквы. Вот такой бартер у нас произошел. В музыкальной школе было очень симпатично все. Более того, после 1953 года продавались такие, знаете, рентгеновские снимки. Это называлось «Музыка на костях». Я как-то купил, мне тогда было, по-моему, лет 9-10, сейчас я не могу уже вспомнить об этом. Вот, купил такой свертичек, пришел домой, поставил на проигрыватель, а тогда мой брат купил уже проигрыватель. После того, как у нас сняли, знаете, тарелку эту со стены, радио-тарелку, брат купил проигрыватель. Я поставил этот самый свертичек туда и 3 минуты шипа. И в конце, можете себе представить, если переводить с русского на русский, прозвучало «Слушаешь?» Ну, слушай, слушай, дурак. Но дело в том, что меня не остановило это. Я опять пошел, и за рубль, знаете, такой большой был, рыжий рубль, я купил еще раз вот такой свертичек, поставил на проигрыватель, и произошло чудо. Там был блюз, там были буги-воги. Можете себе представить, что это было для меня. Первое впечатление. Но, естественно, на буги-воги мы стали разыгрывать в музыкальной школе с моими друзьями. За что? Однажды я был вызван к директору, который сказал, хочешь закончить музыкальную школу? Чтобы я больше этого не слышал. Нас это не остановило, естественно. И мы продолжали, но уже в неурочное время. В музыкальном училище уже окрепло желание играть эту музыку. Можете себе представить. С одной стороны Бах, Бетховен, Шопен. С другой стороны Клиффорд Браун, Телониус Монг, да и многие другие, брубы. Ну и, как вы понимаете, произошло разделение, невероятное совершенно. Ну, это, конечно, повлияло несколько на мое отношение к Баху и Бетховену. Не до конца, конечно. Но тем не менее. На втором курсе училище я начал работать. Почему? Потому что отца не было. И я вынужден был пойти на работу. Мне было 15 лет. И, как вы понимаете, что такое работа в то время для пианиста, для музыканта? Ну, это прежде всего ансамбль, либо оркестр, который играл в кинотеатрах, в ресторанах. И вот я попал в такой оркестр. Это был чудесный совершенно коллектив Владимира Смагина. Большой оркестр. И мы играли в кинотеатрах. И вы представляете, приходили не на фильм в этот кинотеатр, а приходили, чтобы послушать эту музыку. Мы играли оригинальные аранжировки. Дюка Эллингтона, прежде всего. Бенни Гудмана. То есть самое-самое-самое-самое интересное, что было в джазе, мы играли в этом оркестре. Вот. Ну и, конечно же, Москонцерт. Москонцерт, Москонцерт, где обычная роль пианиста – это аккомпанемент кому-то из солистов. Вот тогда была такая певица Ирина Подожьян. Она пела песни, мы ее аккомпанировали. И нам высочайшее руководство разрешило играть одну композицию в трио. Джазовую такую композицию. Это было для нас счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь, позволь мне переходить на «Вы» после 20 лет. Общение дружеского. Меня интересует, легко ли было совмещать академическое обучение в Гнесинке с увлечением джазом. Более того, я даже знаю, что твой профессор Теодор Гутман как-то сказал тебе, «Игорь, ты укушен джазом». Это прозвучало как вердикт. И, кстати, при каких обстоятельствах это было сказано? Ну, надо сказать, что барени, конечно, были. Это уже речь идет о институте имени Гнесиных, а теперь это Академия Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Барени были. Но они все заканчивались перед сессией. Можете себе представить, почему. Потому что я ездил на гастроли, что вызывало очень такое негативное отношение моего профессора Тодорда Гутмана. И однажды он сказал, «Игорь, по-моему, тебя исключили». Я говорю, «Как этого не может быть?» А я как раз приехал после гастролей в Польшу. Я говорю, «Этотого не может быть». «Ну, ладно», он сказал, «Иди в учебную часть и выясняй». Я пошел в учебную часть. Мне сказали, «Да ты что? Иди к Гутману, разговаривай с ним». Я пришел, и Тодорда Гутмана сказал, «Ну, значит так, ну, попробуй еще одну сессию сдать». Я попробовал, сдал. Почему? Потому что перед сессией нужно было заниматься по 5-6 часов. Я это сделал и, естественно, все это нагонял очень быстро. Но однажды, чтобы у нас были отношения нормальные с моим профессором, я ему привез после какого-то участия в фестивале, по-моему, в той же Польше, две пластинки. Это был ансамбль, вокальный ансамбль «Свинглсингерс». И там были произведения в их исполнении. Моцарда и Баха. Нос с ритмом секции, с барабаном, с контрабасом. Я пришел к Тодорда Гутмана и говорю, «Тодорда Гутмана, вот, понимаете, я хочу вам подарить эти две пластинки, и приблизительно этим я и занимаюсь». Через неделю мы встречаемся. Я спрашиваю, «Тодорда Гутмана, ну, как?» Он так подумал, подумал, «Это цветок, проросший через асфальт». Ну, это замечательно, я подумал про себя. А потом он мне говорит, «Игорь, а зачем тебе вообще вот заниматься Бахом, Стравинским, Прокопьевым?» Ты знаешь, ты же укушен джазом. И вот эта укушенность происходит до сих пор. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Уважаемый Игорь Михайлович, А какие люди окружали вас в молодости, и кто вам помогал в освоении профессии джазового музыканта? Ну, я прежде всего вспоминаю Аркадия Евгеньевича Петрова. Это был музыковед, который занимался академической музыкой в основном, но потом он стал заниматься и джазом тоже. Кстати, его передача на радиометроном, если вот помните, такая передача была, а я жил рядом с радиокомитетом в Леспятницкой улице, вот, и он говорил каждый раз, Игорь, так, тебе нечего делать, я понимаю, тебе нечего делать, пойдем запишем что-нибудь. И я шел на студию в этот радиокомитет, и я наигрывал там. Он потом пускал это и в метроном в том числе, в эту передачу. И вот первое ощущение, вы понимаете, для музыканта очень важно сделать запись и послушать себя со стороны, потому что, когда ты находишься в процессе и играешь, ты не всегда контролируешь все, что в этот момент у тебя из-под пальцев выходит. И вот это первое впечатление на всю жизнь. Ну, конечно, когда я учился в училище, там был старший меня на несколько лет Юрий Чугунов, теперь Юрий Николаевич Чугунов, профессор, который играл на фортепиано и на саксофоне. Так вот, впечатление от Чугунова было великолепное совершенно. Но если продолжить, то это, конечно, Юрий Сергеевич Саульский. И, конечно, это ВИУ-66. ВИУ-66 – это вокальный инструментальный оркестр, 1966 года рождения. Вот там-то мы встретились с моей супругой Тамарой, которая пела в этой вокальной группе. И в какой-то мере крестным отцом нашей совместной жизни, а у нас уже стаж 40 лет, был Алексей Козлов, который говорил, Игорь, не потеряя ее, а я не знаю, что он говорил Тамаре в этот момент, но, во всяком случае, так получилось, что мы сочетались. И вот мы до сих пор вместе. Она здесь, кстати, между прочим. Спасибо. И я еще хочу вспомнить, конечно, Алексея Буташова. Если вы помните, это первая книга о джазе, «Советский джаз» называлась. Чудесная книга, полно иллюстраций. Сейчас ее, конечно, уже не достать, это уже была категорическая редкость, но, тем не менее, это автор, который очень тепло написал о советском джазе, о музыкантах, в том числе и обо мне. Вот, пожалуй, те, которые дали мне возможность почувствовать себя музыкантом, почувствовать себя музыкантом джаза. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, вам когда-нибудь приходилось сталкиваться с носителями такого страшного лозунга, как «Он сегодня играет джаз, а завтра Родину?» И прессинговали ли вас когда-нибудь в жизни за то, что вы играете джаз? Дело в том, что молодости свойственно не замечать многие вещи, которые взрослые осознали гораздо раньше. Когда мы шли в кафе «Молодежный» на улице Горького, теперь Тверской, мы шли туда с одной целью – поиграть. Нам хотелось играть, нам хотелось выразить самих себя. Когда мы приходили туда, нас не всегда пускали, кстати, мы прочим, потому что либо много народу было, либо еще там что-то. Были еще такие кафе, теперь они называются клубами у нас в Москве. А раньше это были кафе. Было такое кафе «Аэлита». «Аэлита». Трогательная ситуация, когда «Аэлиту» сломали, вообще этот дом сломали. Мы часто приходили туда, группы музыкантов, и вспоминали счастливые вечера, когда мы туда могли прийти поиграть. Это все было в форме джемов. Ну, где-то в 63-м году мой ансамбль, в который, кстати, входили известные музыканты теперь. Это Герман Лукьянов, это Игорь Высоцкий. И не удивляйтесь, Юрий Маликов, который потом организовал самоцветы-группу. Он начинал с нами. Вот. Это был Михаил Ковалевский на барабанах, это был из Платовки Алексей на контрабасе. Короче говоря, у нас шикарный был ансамбль, и мы, естественно, попали в этот клуб. Да, извините, кафе молодежный, где мы, значит, играли. Нам не нужны были деньги совершенно, потому что, во-первых, никто не платил. Вот. Да и у нас как-то и не возникало. А потом, представляете картинку, когда вы выходите на Тверскую с боковой улицы, к вечеру ближе, летом, и напротив тоже переулочек или улица, а оттуда вот такое солнце. И радостно, понимаете, удивительно совершенно. И вот масса всего возникает в этот момент в душе. По-моему, я увлекся. Уважаемый Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, а кто укусил ваших сыновей джазом? И почему они выбрали саксофоны? Ну, точно не я. И не мама. Потому что мама работала, она работала в доме звукозаписи, была звукорежиссером, впоследствии главным звукорежиссером долгое время. Вот. Я работал тоже и в поездке, и туда-сюда. Вот. И, естественно, ну, что? Кто займется детьми? Ну, были бабушка, не одна, были две бабушки. Но никакого отношения к джазу они не имели. Но был набор пластинок и аппаратура. Вот. Они сейчас смеются между прочим. Они здесь сидят, они смеются, но так оно и было. В мое отсутствие они пользовались этими пластинками, еще не умеют до конца пользоваться проигрывателем. Они запилили такое количество пластинок, но они их слушали. И вот теперь я начинаю понимать, да, черт возьми, да че же хорошо, что они слушали эти записи все. Вот. И, конечно, они поступили в музыкальную школу, конечно, их мама водила. туда. Они занимались на кларнетах, чудесный инструмент, который они почему-то не любят. И там был оркестр, там была жизнь, параллельно была отвратительная, как они мне говорили, жизнь в общепозавательной школе в английской. Там что-то у них не срасталось, но время от времени их заставляли, просили что-то в виде самодеятельности, что-то исполнить. они это делали с таким драйвом. Я был удивлен, потому что вроде дети скромные должны быть, а тут нет, их прорывало просто, понимаете, не играли. И вот после того, как они закончили музыкальную школу, я не принимал никакого участия в этом. они поступают в музыкальное училище. А на втором курсе так получилось, я пошел на очередной академический вечер, когда они играли, и я услышал, все может быть, понимаете, в чем дело, они неплохо играют. И тогда у меня родилась такая идея. Независимо от того, что они уже где-то в ансамблях что-то делали, я решил организовать ансамбль, который назывался долгое время Игорь Бриль и новое поколение. Дети росли, мы вынуждены были убрать новое поколение названия, потому что это было очень обидно для них, они уже выросли. Мы назвали Игорь Бриль Фэмили. Спасибо. Мне бы хотелось сейчас в подтверждении того, что я сказал, попросить Александра и Дмитрия на сцену и сейчас сыграем фрагмент композиции «Без свинга нет музыки» и только Элентонас. АПЛОДИСМЕНТОМ «Без свинга» «Без свинга» и «Без свинга» расход Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 играть. А так произошло. Понимаете? Это удивительно. Для меня это просто подарок судьбы какой-то. Когда рядом сидит вот эта громадина какая-то, невероятная джазовая громадина, понимаете? И мы разыграли там какой-то блюз, что-то мы разыграли. Джембол. Ну, в общем, музыкантов было много, которые так или иначе вселили в меня уверенность в том, что этот жанр, этот джаз будет жить всегда. И, во всяком случае, в моей душе это уж точно. Аплодисменты 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 Я подошел к Александру и сказал, Саша, я что мы здесь будем делать? Говорит, Игорь, им нужна музыка. Аплодисменты Я не очень себе представлял, как это может быть, и вспоминая об этом, я думаю, что что-то было. Ну, что вот конкретно я уже вспомнить не смогу. Аплодисменты А еще один случай, это когда мы с ним же поехали на юга, тоже с лекциями концертов, мы приехали в Сочи, и, ну, какие там инструменты были? Ну, понимаете, в Сочи инструменты фортепиано, забытая вещь совершенно. И вдруг в одном из санаториев я вижу, стоит на сцене рояль. Можете представить? Концертный рояль. Эстония. Вот с таким замком амбарным. Значит, его берегут, понимаете, в чем делать. Я сажусь. Ну, просто что-то такое попробовал фортепиано, очень хорошо строится, внимание. Начинается концерт. У меня лирическая такая композиция, баллада идет. Я начинаю шарить ногой в поисках педалей. Ее нет. Можете себе представить, что со мной было? Ничего, публика замечательно восприняло все. Ну вот, меня спас. Тогда со мной был барабанщик Валерий Бугланов. Он спас, потому что его композиция, которая длилась обычно четыре с половиной минуты на барабанах, она в этот момент длилась минут одиннадцать. Так что, в общем, публика просила приехать еще. Вы знаете, сейчас у меня новая программа, с которой я выступаю в концертах, она называется «Из истории джаза». Я там выступаю не в качестве искусствоведа. Вот. Я играю на фортепиано. Конечно, что всерьез это воспринимать, ну, может быть, не так уж важно. Но самое основное то, что разные стили существовали в джазе. Я сейчас не захватываю афроамериканцев и вообще африканских музыкальных, ритм африки. Я сейчас не затратил. Я говорю о Европе. И, на мой взгляд, все началось с польки. ПОДПИСЫВАЮЩИЕ Вот я не просто так начал. Это легло в основу рэк-тайма. Галопом по Европам. Конечно, невозможно пройти мимо блюза. И вот один из них. ПОДПИСЫВАЮЩИЕ 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 Ну и так далее. Игорь Михайлович, расскажите, каким было ваше первое впечатление от Америки и как оно изменялось со временем? Ну, первый раз, когда мы поехали, это был 88-й год, и у меня было впечатление, что осуществилась мечта. Ну, можете себе представить. Америка, джаз. Это великолепное чувство какое-то. И очень хорошо нас встретили там. Мы встречались с очень многими музыкантами. Были джем-сэйшами. Было такое впечатление, что мы там были месяц. В общем, мы не посторонние люди там. Мы как-то очень сроднились с теми музыкантами, которые там были. Второй раз на следующий год мы поехали. Это уже была коммерческая поездка. Я понял, что нужно держать уши востро с менеджерами, с теми, кто приглашает. Оно так и вышло. Нам никак не могли заплатить деньги. И мы решили устроить собрание. Такой митинг. Перед очередными концертами, а мы играли там с Джо Хендерсоном, ну, это тоже легенды, Бобби Хатчисон. Вот перед этими концертами мы сказали, мы никуда не поедем, пока нам не выплатят деньги. И вот, можете представить, на Скоростном шоссе остановил наш менеджер, мы ехали в двух машинах, он попросил нас выйти из машины, мы вышли. Он стал вынимать деньги и говорю, это тебе, это тебе, это тебе, это тебе. Какой-то наивный вопрос был мой, а расписываться нигде не надо? Он говорит, не надо. Совсем уже недавно, в прошлом году, я туда поехал с выступлением в дуэте с контрабасистом. У нас было три выступления в Доме посла, потом в библиотеке Конгресса и еще был приватный концерт. И я был удивлен одному обстоятельству. Дело в том, что американцы и джаз, вот в быту, я думаю, что их можно было бы сравнить с людьми, которые живут около моря, но никогда не ходят туда. Для них джаз это, знаете, ситуация обыденная. У них все пронизано джазом, реклама, фильмы. Джаз все время звучит, масса FM станций. Поэтому у меня такое было впечатление, что этот концерт был скорее для нас важнее, чем для них. Хотя прием был изумительный. Когда после концерта все встали, я понял, что вроде бы неплохо играли. Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, что побудило вас написать вашу книгу «Практический курс джазовой импровизации»? Сколько она пережила изданий? И вообще можно ли научить играть джаз? Первые три года после издания этой книги я не мог ее видеть. Это был 79-й год. Кстати, мне, впрочем, история великолепна. Просто создание этой книги и в связи с этим о помощниках. Я учился тогда у профессора Убухова, Лена Григорьевича, а он редактировал детские пьесы для фортепиано в издательстве. И как-то у нас зашел разговор о том, что вот у меня есть черновик книги, я не знаю, вот как, что с ней, что делать дальше. Он говорит, ну и очень просто. Я сейчас позвоню в редакцию. Он позвонил. И оттуда последовало приглашение прийти с этой книгой. Но вы можете себе представить, как она рождалась. Это первая книга в стране была. Печать ее с диким количеством ошибок, потому что там, знаете, очень много специфических всяких значков каких-то, понимаете. Это было безумие. Перепечатывали много раз. Вот. Более того, мне пришлось клеить все примеры, делать макет. Почему я три года к ней не мог подойти, естественно, вы понимаете. Вот. И тем не менее, эта книжка вышла. Сейчас это уже, по-моему, не то шестое, не то седьмое издание. Как-то я встретил одного казаха на концерте, где-то был концерт. Он говорит, Игорь Михайлович, эта книжка у нас в консерватории является настольным учебником. Я говорю, да неужели можно научить джазу по этой книжке? Понимаете, идея-то была у меня другая. Помочь тем, кто интересуется джазом. Помочь. Это не поваренная книга, нет, с рецептами. Это по урокам издано. И там каждый урок несет определенную нагрузку какую-то. Но самое основное, эта книга требует работы. Личной работы, самостоятельной работы того музыканта, который хочет прикоснуться к этому жанру. Вопрос такой. Кого вы берете в ученики? Как вы думаете, кого я беру в ученики? Ну, конечно, там трех людей. Которые приезжают из разных регионов. Конкурс очень большой. Я беру одного человека или двоих на курс. Они талантливые. Потому что без талантов мы их берем. Они талантливые. И вот им же надо жить. Общежитие это одно. А в общежитии жить очень трудно. Режим отвратительный совершенно. Значит, им нужно снимать квартиру. Нужны деньги. А где они, эти деньги? Значит, нужно работать. А где работать? И вот начинается беготня. Беготня по всяким работам. Ну, некоторые теряют свой инстинкт самосохранения. А некоторые, независимо от того, что так же бегают, они считают, что то, что они поступили, это для них важнее всего в этой жизни. И тому, конечно, свидетельству. У нас очень много лауреатов. Лауреатов и международных конкурсов, и всероссийских конкурсов. Короче говоря, многие музыканты, в частности, вот, например, мои ученики, очень многие живут в разных странах. Мои ученики живут и в Америке, и во Франции, и в Германии, и в Норвегии. Я бесконечно счастлив, что у них сложилась жизнь, но я по-прежнему очень расстраиваюсь каждый раз, когда вспоминаю, где они, и думаю, как хорошо было бы, если бы они были здесь. Сейчас я бы хотел завершение нашей встречи с пожеланием всем любви, добра, радости сыграть мою композицию, которая называется «Молитва». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АМОЛИЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам большое! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не до конца, конечно, но тем не менее На втором курсе училища я начал работать Почему? Потому что отца не было Вот, и я вынужден был пойти на работу Мне было 15 лет И, как вы понимаете, что такое работа В то время для пианиста, для музыканта? Ну, это прежде всего ансамбль, либо оркестр Который играл в кино... Не знаете, рентгеновские снимки Это называлось «Музыка на костях» Я как-то купил Мне тогда было, по-моему, лет 9-10 Сейчас я не могу уже вспомнить об этом Вот, купил такой свертичек Пришел домой Поставил на проигрыватель А тогда мой брат купил уже проигрыватель После того, как у нас сняли, знаете, тарелку эту со стены Радио-тарелку Брат купил проигрыватель Я поставил этот самый свертик туда И три минуты шипа И в конце, можете себе представить Если переводить с русского на русский Прозвучало Слушаешь? Ну, слушай, слушай, дурак Но дело в том, что меня не остановило это Я опять пошел И за рубль, знаете, такой большой был, рыжий рубль Я купил еще раз вот такой свертичек Поставил на проигрыватель И произошло чудо Там был блюз Там были буги-вуги Можете себе представить Что это было для меня? Первое впечатление Но, естественно, на буги-вуги мы стали разыгрывать в музыкальной школе с моими друзьями За что? Вот И мы пришли Я сейчас не помню, в каком состоянии я там был Но первое, что я увидел Это пианино Именно пианино И там брельефчик Моцарта С отгрызанным носом И мне стало очень грустно И как мама говорит И ты заплакал Я не могу сказать, что я занимался под присмотром и под таким нажимом мамы Нет Мне самому было интересно, что может получиться из того, что я узнаю Я узнал ноты Кстати, между прочим Соседка Мы тогда жили в коммунальной квартире И соседка Рита ее звали Она была старше меня Она ходила в общеобразовательную школу И уже знала буквы А я еще не ходил Потому что мне было пять с половиной лет Вот И как-то однажды она меня спросила Игорь, давай-ка сделаем так Ты мне покажешь ноты А я тебе покажу буквы Вот такой бартер у нас произошел В музыкальной школе было очень симпатично все Более того, после 1953 года Продавались такие В музыкальной школе В музыкальной школе В музыкальной школе В музыкальной школе В музыкальной школе